Обещайте, что при любом исходе разговора с Фредманом Шмидтом вы останетесь на моей стороне. Всем привет! Вы на канале Диафплей, и мы продолжаем проходить гелки парейта. Не забываем пошлёпать мой лайк, написать комментарий, минимум из пяти хороших слов для поддержки этого видео. А ещё можно платно подписаться на канал или задонатить по ссылкам в описании. Погнали! Итак, тут нам надо либо признаться Вагнеру, либо ничего не говорить, и, исходя из того, что Ахерово знает какой он, лучше ничего говорить не будем. Не стоит открываться Вагнеру, вряд ли в его планах мне отведено тёплое местечко. Вагнеру не стоит ничего говорить. Тогда что будем делать? Отвлечём его. Каким образом? Я, конечно, могу предложить свою кандидатуру, но сомневаясь, что продержусь долго. Даже не думай, я знаю, о каком способе ты говоришь. И у тебя член, так что это не прокатит. Ну, а что в нём плохого, он безотказно действует. Тогда он плохо сработал, неужели забыла? Всё шло отлично, пока не случился небольшой казус. Но в этом не было моей вины. Думаешь, даже Олдрик купится на твои уловки? Ну, а почему нет? У меня тут всё как надо. Роб схватила себя за грудь и до корней волос покраснела. Ладно, ладно, я пошутил. При... А, нет, стоп, это ж баба всё же. Придётся признать, наш командир слишком умён. Дорис обхватила щёки руками. У меня есть идея. Какая? Стоять на голове и стащаться в дверь ногами? Нет-нет, другая. Ну и? А что если Вольфганг нам поможет? А... Я? Ты раньше писал отчёты, когда мы участвовали в эксперименте Шульца, верно? Может, подменишь Оливера и в своей манере их перепишешь? А... Не понял. Пока командир будет их разбирать, Немо успеет встретиться с генералом. Всё равно не понял. Дорис погрустнела. Наверное, план плохой. Сдря я сказала, толком не обдумал. Почему же? На мой взгляд, план очень хороший. Правда? Разумеется. Командир знает о любви Вольфганга к письму. Он сразу поймёт, какая головная боль на него свалилась. Вольфганг, ты должен сделать эти отчёты нечитаемыми. Эм... Как? Вложи в них всю душу. Вольфганг захохотала. Эм... Ладно. Если по каким-то причинам я не смогу заниматься отчётами, мне следует предварительно уведомить командира. Иначе он меня накажет. Зачем сейчас думать о последствиях? Если повезёт, после встречи нам с Фридманом всё изменится. И оправдываться перед Олдриком не придётся. А если не повезёт? Извинишься и скажешь, что больше не будешь так делать. Если боишься, свали вину на меня. Не стоит, я с вами. Я лишь задумался о последствиях. Что мне надо описать? Элиас приподнял трость. Я всё объясню. Спасибо, Дорис, за отличную идею. Ерунда. Дорис засмеялась. Мне было приятно видеть её довольное личико. Вернулся Ганс. Он немного покраснел после пробежки. Вы всё ещё здесь? Что с Яковом? Я его сильно обидела. Не беспокойся, Дорис. Ты всё правильно сделала. Да. Я присоединяюсь к твоим словам. Яков в порядке. Как обычно, проверяет продукты на кухне. Сказал, что мы неблагодарные. И не ценим его жертвоприношений. Чего? Ганс замёлся. Он выразился грубо. Всё равно говори. Ганс ткнул пальцем в мою сторону. Я вскинул брови. Яков сказал, что кинул к нашим ногам жертву. Что именно благодаря ему нам остался с нами. И вот теперь согласился помогать. Он остался верен себе. Ага. Всем врёт, а только пользуется людьми. Ладно, хватит о нём. Слишком много чести для такого ничтожества. Я что-то пропустил? Элиас кратко пересказал Гансу наш план. Надеюсь, Яков не откажется поделиться бланками для посещения тюрьмы. Даже если откажется, я всё равно их добуду. Элиас еле заметно кивнул. Командир не позволит сдать отчёт в таком неподобающем виде. Генерал всегда их внимательно изучает. Генерал у нас любитель бумажек. Достаточно вспомнить, как подло он пытался выкрасть дневнику Вольфганга. А такое было? Ведь у меня предприняты все меры предосторожностью. Ты не записал? Ну ладно, сейчас это не так важно. Важно! Вольфганг сказал это так тихо, что я ничего не расслышал. А где мне встретиться с этим генералом? Как насчёт тайной комнаты? Если она принадлежит Фридману Шмидту, и именно он забыл выключить свет, благодаря которому ты нашёл её, то наверняка он снова туда заглянет. Верно! Тем более, он всегда спускается в подвал, когда сюда приезжает. А если не спустится? Тогда придётся выступить в открытую. Я нервно улыбнулся. Элиас так бесстрашно собирался мной рисковать. А что будете делать вы? Будем рядом. Ты не останешься один, Немо. Обещаю. Да уж. Я на несколько секунд прикрыл глаза. Что я делаю? Зачем во всё ввязался? Ясно лишь одно. Но оставаясь в казарме без дальнейшего плана, я отдаю свою жизнь на милость Вагнера. Единственное спасение – его отряд. Без союзников я беспомощен. Я тут, кстати, подумал, если он Вагнер, то это отряд Вагнера. ЧВК Вагнера. Бля, я надеюсь, это просто совпадение. Сука. А что, если эту игру спонсирует Пригожин? Бля, лучше давайте не будем думать даже об этом. Надеюсь, всё это чисто совпадение, блядь. Я глянул на Дорис, которая во все глаза за мной наблюдала. Потом на Хельгу и Руф. Обещайте, что при любом исходе разговора с Фридманом Шмидтом вы останетесь на моей стороне. Неожиданно подошла Хельга. Бля, она чё, с ним заигрывает, что ли? Да? Она взяла моё лицо за подвородок и слегка приподняла. Ты уже посвящен во все наши секреты, Немо? Что бы ни скрывало твоё прошлое, я полностью его приму и не позволю тебе остаться наоборот. Это не очень о наших переплетённых судеб. Поэтому больше не беспокойся. Я... Она легонько постучала по горячей щеке. Я перехватил её руку. Ловлю на слове. Хельга добродушно хмыкнула. Хельга, я ревную. Руф подтащила к себе подругу и что-то оживлённо зашифтала ей на ухо. Значит, договорились, положитесь на меня. Я сделаю всё в лучшем видео. С-с-спасибо. По венам бурлела кровь. Не, ну я в принципе знаю только один вариант, когда она там не бурлит. Ну ладно. Я был честью чего-то большего. Не был один. Я даже готов стать брошенной к ногам жертвой, если эти ноги принадлежат моим друзьям. Ну ты ж типа ничего не помнишь. Может, у тебя и до этого были друзья. Гиллти парейд. Фридман Шмидт приехал в лагерь в точно указанный Элиасом срок. Спустя неделю. За это время мы как следует подготовились, чтобы план по отвлечению Вагнера прошёл успешно. Мы с Оливером и Вольфгангом стояли у кабинета Вагнера. Вроде всё готово. Эммм, надо было считать. Разве ты об этом говорил? Сейчас проверю. Вольфганг принялся перебирать стопку из писанных листов. Мне только любопытно, сколько тебе удалось написать? А вот как. Ну, думаю, не больше тысячи. Может больше. Этого хватит? Вполне. Лицо Вольфганга радостно расцвело. Тысяча, но! И тут дверь открылась, не дав договорить. В проёме показался Вагнер. Вот ты где, Нема. Прекрасно. Идём со мной. Ага. Он собирается меня снова где-то спрятать. Однако Оливер ему помешал. Командир, можно мне занять всего минутку вашего времени? Давай позже, Оливер. Последнее время я был слишком занят на дежурстве. Поэтому не хватило времени на написание недельного отчёта. Я попросил Вольфганга сделать это за меня. Он очень наблюдательный. Вагнер нахмурился. Его взгляд остановился на толстенной стопке листов. Которые Вольфганг трепетно прижимал к себе. Что в твоих руках, Вольфганг? Эм... Отчёт за прошлую неделю. Всё это... Да, я старался. Вольфганг смотрел в пол, а его уши пылали. То ли он намеренно злил Вагнера, то ли слишком усиленно строил из себя образцового исполнителя. Как это понимаете, Оливер? Я думал, ты чтишь устава наизусть, помнишь каждый из его пунктов. Так точно, сэр. Ты знаешь, кто приедет сюда уже через час? Да, сэр. Тогда почему не позаботился об этом заранее? Моя вина, сэр. Вагнер снова уставился на листке. И вся его дальнейшая речь как будто была обращена к стопке исписанной бумаги. Сейчас вы оба идёте в мой кабинет и переписываете всё это, чтобы через час отчёт представлял собой документ, образец которого генерал Шмидт дал тебе в прошлый раз. А ты, Нома, идёшь со мной. По плану, Оливер должен был отвезти меня в подвал. Командир. Потом, Вольфганг. Выполняй приказ. Это дело чересчур повышенной важности. Это... Это касается смерти Бернарда Шульца. Мои внутренности будто покрылись синием. Вагнер с непониманием переводил взгляд с меня на Вольфганга, а тот зачем-то вытаращился на меня. Нома. Я помотал головой. Иди в мой кабинет, Вольфганг. Оливер, отведи Нома в подвал. И спрячь его в пустой ищей камере, которая в стороне от главного помещения. Я предупредил Эдгара, он знает, что делать дальше. Вагнер развернулся и подтолкнул Вольфганга к двери. Тот едва успел бросить на нас испуганный, полный отчаянья взгляд, прежде чем дверь за ним закрылась. Скорее, Нома, спускаемся! И чё будет делать этот идиот? В подвале Эдвард с радостью скинул в себя обязательства, отданные Вагнеру. И пропустил нас дальше. Я обратил внимание на его ноги, которые, по словам коллеги, ему недавно заменили. Они выглядели обычно. Правда, Эдвард ходил немного в раскорячку. Наверное, не успел привыкнуть. Как уютно! Если бы Вольфганг впрямь заделался писателем, он бы оценил это местечко. Пссс! Вагнер за стеной. Оливер перешёл на шёпот. Да-да-да-да-да-да, ты прав. Ладно, не скучай, можешь пока книжечки почитать. Если хочешь, я выберу самую интересную. Он стянул с полки первую попавшуюся книгу и бегло её пролистал. Смотри-ка, тут описаны самые эффективные методики ведения допроса. Возможно, ты даже сможешь применить какую-нибудь интересную технику в разговоре с генералом. Я помотал головой. Тебе пора. Дальше я... Справлюсь. Бессонная ночь накануне важного события давала о себе знать. Появились неприятная слабость и лёгкий мандраж. Я поёжился. Иди. Оливер смотрел на меня странным взглядом. В чём дело? Тебе не стоит слишком переживать. Спасибо за совет. Больше не буду. А теперь иди. Ты очень смелый, Немо. За этим так интересно наблюдать. Что в этом интересного? У меня появилось необыкновенное чувство. Оно такое сложное, но почему-то я его помню. Это звучит немного странно. О, точно. Это очень похоже на ощущение, когда уже взрослым слышишь аромат из детства. Ностальгия. Я напоминаю детство? Что в этом смелого? Нет, ты напоминаешь мне человека, который пожертвовал всем, что у него было ради других людей. Вольфганго. Я не собираюсь жертвовать всем, Оливер. Подразумевается, что разговор с генералом не убьёт меня и, надеюсь, не покалечит. Всё верно. Просто меня обуяла благодарность. Можно тебя обнять? Чего? Я невольно шагнул назад. Он быстро взял себя в руки. Будет лучше, если ты обнимешь Вольфганга, а не меня. Но и его тут нет. Давай тогда просто пожмём руки. Этого вполне достаточно. Конечно. Ёбнутый. Он двумя руками сжал мою ладонь и потряс её. У меня не было слов, поэтому я просто улыбался. Главное, не переживай. Мы скоро тоже будем здесь. В обиду тебе никто не даст. Ты знаешь, никакая важная шишка нас не обуздает. Оливер захохотал. Я с улыбкой похлопал его по плечу. Моё отношение к Оливеру до сих пор перетекало из стороны в сторону. Но сейчас он определённо заставил меня немного расслабиться. Передай всем, что я на месте. Если Шмидт решит не спускаться в подвал, постарайся привезти его сюда. Хорошо? Конечно. Я даже принесу его сюда, если он откажется идти. И походу он не шутит. Оливер ушёл. Я слушал размеренный стук каблуков, когда он спускался по лестнице. Может, поднимался? Неважно. Когда всё стихло, мой взгляд зацепился за печатную машинку. Может, пока есть время, я успею написать прощальное письмо? Но кому я его адресую? Хороший вопрос, ответ на который, может, мы узнаем в следующий раз. Ну а на этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok